добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем видеоразбор первого послания петра так 1 глава 6 стих об этом радуйтесь поскорбевший теперь немного если нужно от различных искушений предыдущем стихе мы говорили о спасении и апостол петр в шестом стихе говорит о том что нам с вами необходимо радоваться о спасении наверное самая большая самая важная самая серьезная причина для нашей с вами радости как раз и состоит в том что мы с вами спасены не помазаны не успешны неблагополучно устроили свою жизнь не увидели какое-то чудо или не восторгаемся каким-то потрясающим видом наша настоящая радость это наше спасение в господь многие задают вопрос как можно быть радостным когда вокруг скорби но смотрите петр пишет поскорбев немного от различных искушений когда приходит скорбь когда приходит давление когда приходит что-то темное негативное соответственно радоваться мы не очень-то и хотим нам не о чем радоваться спасение спрятано за тучами проблем но апостол говорит о том что это не навсегда дьявол очень такой товарищ который желает украсть нашу радость наверное потому что когда у нас нет радости мы начинаем смотреть под ноги мы опускаем свой взгляд с неба на землю и видим исключительно одни проблемы если ты поддашься вот тем скорбям не будешь противостоять им не будешь бороться с этим ты можешь в этом просто погрязнуть и бог говорит что скорби в обязательном порядке придут в нашу жизнь с одной стороны это необходимо для того чтобы закалить наш характер с другой стороны для того чтобы протестировать проверить нашу с вами веру нашу верность но здесь есть одно слово очень интересного интересное даже не слова 2 если нужно она знаете наталкивает на мысль что не все страдания могли бы быть необходимо мне кажется что некоторые вещи мы могли бы избежать какие-то проблемы могли бы и не войти в нашу жизнь и это очень важно знаете мы зачастую обвиняем обстоятельства очень часто мы перекладываем ответственность себя на каких-то других людей на дьявола на демонов да на кого угодно но в этих двух словах апостол петр возвращает нас с вами в изначальное состояние да он говорит ребят какие-то вещи вы обязательно являетесь ответственными за это неправильные решения попустительство лень не умение себя контролировать грех и так далее они могут приводить и приводят к большинству страданий которые мы с вами переживаем если нужно говорит петр но у меня такое чувство что не нужно если мы с вами будем искать праведность и поступать в соответствии с писанием мы сможем избежать очень многих негативных последствий что мы будем искать